Первые тюльпанчики. Это уже не подснежники, это уже тюльпанчики. Привет, друзья! Вот позади меня здание Капитолия нашего. Он на реконструкции сейчас. А у нас здесь праздник начала цветения сакуры. Его каждый год организовывает японская диаспора. Вот такое небольшое фэшн-шоу. Рассказывали про все виды кимоно. Мы привезли из дома для престарелых нашего друга Эдвина Питерсона. Вот он сидит, чтобы он тоже немножко повеселился. Вот видите, на заднем плане деревья. Обычно они уже в цветах. Это вишня, который цветет уже. Но не в этом году. А потому что у нас был поздний снег. Я вам показывала в других влогах. Хотя вот это вот наш нейборхуд. Здесь уже зацвели деревья. Только я, честно говоря, точно не знаю, вишня это или что-то другое. Но очень похоже. Точно так же у нас вот в таких розовых цветочках обычно вся площадь перед Капитолием. Очень-очень красиво. Позже это будет и я обязательно сниму для вас влог. Знаете, я вот все время смотрю на вот такие японские мероприятия. И, ну, мне опять приходит все время одна и та же мысль об вот этом феномене. Как его назвать? Политико-культурном феномене, наверное. Как вот эти две нации, японская и американская, полюбили друг друга, несмотря на то, что, казалось бы, еще не так давно они были злейшими врагами. Вы знаете, что конечная фаза Второй мировой это была американо-японская война, которая закончилась совершенно ужасной трагедией, да, бомбежкой Хиросимы и Нагасаки, атомными бомбами с огромными человеческими жертвами. И, тем не менее, у японцев такая любовь к американцам, они совершенно никакой как будто бы обиды и не держат. и американцы тоже, они какое-то время их ненавидели, называли презрительно джапс, ну, это там вот с 50-е годы. А теперь они просто их обожают, просто обожают. И это очень интересный феномен. Окей, so I'm gonna have you do this, such that all of those, um, I might be the better, but it's here. It's you. Can you stand next to this? Thank you. To be tied in the back, there was still one group of women that still tied it in the front. These were oiran women, a type of escort or entertainer. The gorgeous obi was tied in front of the oiran because it looked better and could be more prominently displayed. The way it is tied is unique. А вы смотрите на видео ряд, а я продолжу свои мысли вслух. Значит, вот у нас Дэл был, да, покойный муж Лесли. Он был ветераном Второй мировой. Он как раз сражался с японцами. Вот в знаменитой вот этой битве на острове Окинава. Здесь его очень сильно уважали за это как ветерана. И одновременно у него здесь были очень близкие друзья, японцы. Американские японцы. Семья целая, большая. Они его просто обожали. Они могли покупать ему билет, знаете, на самолет, чтобы он только прилетел к ним в гости пообщаться. И никогда в жизни они не держали никакой там обиды за то, что он сражался с их собратьями. Вот вам живой пример. Конечно, я считаю, что вот эта ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки – это преступление против человечества, против человечности. Наверное, это военное преступление даже точнее назвать. Вот, но что получилось? Вот получилось, понимаете, получился исторический феномен, который можно вот применить сюда фразу Макеавелли, знаменитую, что цель оправдывает средства. Я вот Дэла, когда спрашивала, говорю, ну как так? Почему японцы любят американцев, несмотря ни на что? Он говорит, огромные деньги, огромные средства и материально, и морально полностью выложились ради Японии после окончания войны. Там генерал МакАртур, который был главнокомандующим войск американских во Второй мировой, я так поняла, он остался фактическим правителем Японии в течение семи лет, когда она сдалась. И под его руководством шли, ну, радикальные, конечно, реформы. Экономика полностью была перестроена на рельсах рыночной экономики капитализма. Оказывается, у них были очень сильные коммунистические идеи, и огромное количество было коммунистов везде. И у них такой вот своеобразный красный террор, как бы они организовали, да? Ну, красный террор, наоборот, когда они выкорчевывали красных коммунистов отовсюду, чтобы духу не осталось вообще этих идей, чтобы только на идеях демократии, именно западной демократии модели, да? Модернизировать общество. И насколько это себя оправдало мощно? Япония стала второй экономикой мира после Америки благодаря самой же Америке. Получается, Америка подчистую расплатилась за свои грехи. И хотя Япония первой напала, поэтому, конечно, грех лежал на обоих. В других сторонах конфликта. Но я что хочу сказать. Значит, я думаю, что тут самое важное, это то, что Америка дала свободу Японии. Она могла бы сделать ее там очередным штатом своим, так же, как сделала Гавайи, да? Но она этого не сделала. Она дала свободу, пустила этот кораблик в свободное плавание с мощнейшей индустрией, с новыми технологиями. Сама же эти технологии потом у них закупала. Вообще, оказывается, в Америке, вот как сейчас у них 90% товаров made in China, у них раньше все было made in Japan. Автомобили японские, другую технику. Все-все-все закупала Америка у Японии. Постепенно свела на нет, я думаю, тем самым свое производство во многом. Ну, не на нет, но снизила, да, намного. И вот я думаю, что сейчас тоже она сама взрастила вот этим made in China. Она сама взрастила себе конкуренты в виде Китая. Друзья, ну я свой поток политического сознания на этом прекращу. А лучше, потому что такой прекрасный солнечный день весенний. Не хочется портить разговорами о политике дальше. Спасибо, что послушали. Может быть, кто-то из вас что-то новое узнал. Ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Вот эта песня замечательная, Beautiful Sunday, была популярна и у нас в советские годы. И я вот очень ностальгически тоже пустилась в пляс. Там я тоже на заднем плане танцую. Счастливо, до новых встреч, до новых влогов, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок